доброго времени суток еще раз друзья нас немножко больше стало участников отлично вот такие вот ролики я просто там обожаю смотреть действительно когда возникают какие-то моменты включаешь такой ролик и сам понимаешь что действительно чтобы что-то начать зарабатывать получать какой-то результат нужно действительно очень упорно поработать замечательно давайте друзья еще раз проверим качество звука поставьте пожалуйста плюсики в чате и я пойму что вы меня слышите и мы тогда сможем с вами начать мне уже показывает 3 минуты 1903 по москве поэтому мы уже можем начинать кто как говорится опоздал тот опоздал отлично спасибо друзья за ваши плюсы я на время выключить чат время от времени мы будем с вами общаться и я буду включать чат спасибо вам огромное за обратную связь и так я неделю назад проводил уже один вебинар на эту тему и я в один момент решил поделиться через что я прошел и я решил выделить несколько этапов развития млм и частности через интернет и на первом вебинаре я хочу вам напомнить потому что друзья сейчас 2 будет вебинар второй этап развития млм это для большинства людей кто тоже в бизнесе 10 15 30 лет и больше друзья уже наверное еще и другие этапы наступили но в основном я как вижу по статистике у нас он допустим я исходя из своих партнеров я вижу что многие кто-то 6 месяцев кто-то год кто-то два-три-пять лет в этом бизнесе поэтому принципе вот эти все этапы мы я должны были уже пройти хорошо давайте вспомним с чего же начинается принципе успех в млм да и в любом деле принципе во первых всегда нужно понимать друзья когда мы решили заняться этим видом бизнеса то нужно понимать что это новый вид деятельности для нас а если мы раньше этим мы вообще не занимались то нужно в первую очередь понять зачем мы этим начали заниматься такая мотивация я уже рассказывал что я в 2009 году принял решение изучить млм изучить этот бизнес чтобы детально разобраться у меня возникла такая необходимость создать дополнительный источник дохода потому что основная моя работа уже перестала мне казаться стабильной и я начал очень сильно задумываться как же создавать дополнительные источники дохода потоки прибыли и вот тот момент когда у меня разум открылся поисков новой информации тот момент я и получил информации об млм и я очень благодарен тем людям которые мне это дали но я также очень благодарен тем людям которые на данном этапе меня поддерживаются являются моими наставниками затем в этой комнате есть такие люди и один из них мой спонсор действующий но мы мы к этому друзья еще вернемся вот нам нужно выявить эту причину почему мы решили заниматься тем или иным видом бизнеса или общей деятельности и что мы хотим в результате получить от этого самое главное что готовы мы отдать то есть делать это краткий обзор первого вебинара друзья просто чтобы мы понимали к чему мы о чем сейчас будем вести речь и самое важное друзья поставить цели что именно мы хотим достичь очень важно создать одну такую большую цель например я для себя поставил такую большую цель научиться зарабатывать примеру 100 тысяч долларов в год я не знаю когда я к этой к этому результату приду когда-либо но тем не менее поставил себе одну такую большую большую цель ну и соответственно чтобы прийти к одной большой цели нам необходимо составить план примеру на неделю на месяц работы чтобы уже приближаться к той большой цели но соответственно если представить что мы достигли этой большой цели может быть для кого-то она небольшая возможно кто-то уже зарабатывает деньги вот но большинство людей как говорится стремится к этому и можно представить если вы достигли этой цели там допустим 100 тысяч в год или миллион долларов в год неважно то насколько преобразится и изменится ваша жизнь то есть что изменится ваше жизни когда вы достигнете эту большую цель и очень важно друзья сфокусироваться именно на одной цели потому что есть такой закон притяжения когда мы фокусируемся на одной цели срабатывает этот самый закон я уже говорил кто был на предыдущих вебинарах что давайте представим если мы внезапно скажем попадем в невесомость то есть космос да можно так сказать то почему там возникает невесомость а у нас на земле здесь есть закон притяжения именно потому что попадая в невесомость мы притягиваемся огромным количеством других объектов то есть помимо нашей планеты земля есть еще огромных других число планет и так далее и каждая планета пытается к себе притянуть и соответственно если с разных сторон нас начнут притягивать то мы оказываемся оказываемся просто в невесомости а давайте представим что если в галактике убрать все планеты и оставить только земля то мы непременно сразу начнем к ней притягиваться вот такое простое сравнение друзья но на самом деле я сам недавно для себя открыл и вот когда у нас есть много целей и мы не знаем на какую цель сфокусироваться это подобно как много разных планет пытаются нас приблизить к себе и у них ничего не получается мы мы находимся в невесомости не притягиваемся ни к одной цели поэтому сформулируйте друзья на бумаге одну большую цель которую вы хотите получить это может быть деньгах выражаться это может быть здоровье благосостояние и так далее но если мы говорим сейчас именно о бизнесе то скорее всего мы хотим извлечь прибыль из этого бизнеса окей ну а несколько по цели как я уже говорил это маленькие шажки чтобы мы двигались к основной цели и очень важно когда мы поставили себе эту цель составить план по достижению этой цели потому что цель без плана это просто мечта мы мечтаем о многом друзья но согласитесь что наши мечты таки остаются мечтами до тех пор пока мы не превратили их цель то есть не составили план по достижению этой мечты ну и я разделил на три этапа вообще развития в млм и первый из них это как раз когда мы приходим только в млм как я когда-то в 90 в 2009 году пришел то в этот момент друзья очень важно заложить себя 90 процентов успеха то есть будущего успеха первую очередь на наш результат очень сильно играет ваш образ мышления то есть это 40 процентов примерно результата и плюс те люди которые нас окружают кого мы слушаем чьи советы мы воспринимаем это все друзья уже 50 процентов успеха и вот очень важно заложить в первую очередь 90 процентов будущих результатов сожалению в млм когда приходят многие люди они уходят из бизнеса в целом да потому что не получают быстрых результатов я хочу друзья вас немножко подготовить особенно тех у кого сейчас не совсем все хорошо получается потому что я могу сказать что за первый год друзья где-то за первые 8 месяцев когда я начал изучать этот бизнес я вообще ни одного человека не мог привести бизнес и вот спустя восемь месяцев я привел первого второго третьего потом уже десять партнеров лично приглашенных мне было в команде и я тогда начал меня такая очень сильная мотивация пошла изнутри что все-таки у меня начало получаться а не получалось до этого момента по одной простой причине что я думал что я умею уже строить этот бизнес потому что я был задействован был менеджер по продажам скажем так в банковской структуре и я думал что я уже умею клиентов привлекать я не отличал разницы между традиционным скажем корпоративным бизнесом и бизнесом млм потому что но здесь оказалось немножко другие правила игры и пока человек не примет эти правила игры пока его мышление его тормозит к сожалению не появляются результаты хорошо и вот три этапа друзья новичок новичок этот человек который еще не получает результаты который только изучает этот бизнес примерно я могу охарактеризовать что это происходит первые 6-12 месяцев вот в эти сроки друзья это может быть немножко раньше появятся первые результаты либо даже больше может быть течение полутора лет вы не будете видеть каких-то больших результатов либо даже еще больше срок значит вы в состоянии новичка друзья это стоит признать и стоит признать что в этот период нужно обучаться если не получается у нас недостаточно знаний недостаточно навыков недостаточно правильных убеждений и привычек и вот мы на предыдущем вебинаре как раз говорили о том что нужно сделать на стадии новичка то есть в эти первые 12 месяцев скажем так первый год с этим бизнесе и вот кто выдержал друзья первый год с этим бизнесе тот непременно заражается таким вирусом как свобода потому что действительно участки работая из дома комфортных условиях теперь когда я только представлю что придется заново устроиться на какую-то работу и каждый каждое утро вставать и идти на работу потом приходить вечером этот график меня друзья уже так не знаю не заставишь и и не заманишь никакими как говорится пряниками и бубликами в этот чтобы пойти на работу я сделаю все что от меня зависит чтобы только развиваться именно здесь ну что мне нравится свободный стиль жизни мне нравится что я могу в любой момент по своим делам скажем пойти поехать или помочь своим родственникам вот поэтому в этот вирус свободы это действительно то что уже становится даже дороже чем деньги поэтому действительно вот первые 12 месяцев мы заражаемся этим всем если человек уходит в эти 12 месяцев то к сожалению он останавливается и опять возвращается на предыдущий свой уровень второй этап друзья мы сегодня поговорим о том как нарабатывать и находить тысячи контактов через интернет и как эти контакты потом превращать бизнес-партнеров чтобы те люди с которыми мы начинаем контактировать чтобы они со временем скажем так у нас появлялось доверие между нами и мы могли уже дальше строить бизнес элемент доверия очень важный всегда друзья потому что когда мы находим людей незнакомых в интернете то первое что конечно срабатывает это заложено нами природы что у нас нет доверия незнакомым людям а если незнакомый человек не начинает предлагать бизнес какой-то супер классный супер я не знаю там прибыльный и говорит что вот давай вложить такую-то сумму денег и через там две недели или неделю уже будет зарабатывать там большие деньги мы не сниму доверие я про себя говорю как бы подсознание не такой вопрос а кто ты такой могу ли могу ли я тебе верить а вдруг ты мне обманешь то есть такие вот на подсознательном уровне возникают страхи поэтому очень важно чтобы между будущими партнерами было какое-то доверие и мы с вами друзья сейчас посмотрим как можно это сделать но еще есть третий этап это когда мы уже развиваем базу подписчиков когда мы так называемый бренд расплачиваем то есть повышаем свою узнаваемость хорошо друзья итак как же мы можем нарабатывать контакты то есть основное что мы здесь должны понять друзья что лучше делать много контактов чем мало я приведу простой пример опять же когда я только начинал развиваться в этом бизнесе я делал слишком мало контактов я сейчас вспоминаю что я мог дать информацию пяти людям десяти людям и ждать пока эти люди дадут мне какой-то результат то есть жду когда мне скажут нет то есть я продолжаю с ними работать скажем так пока они не скажут нет и вот когда мне все эти десять человек которым я обратился сказали нет то для меня было это просто катастрофа то есть я у меня такие уже появляются мысли а может быть это не моё а может быть никогда не получится тем более когда мне еще моя мама вообще мои родители скажу мне такая простая семья мой отец военный пенсионер сейчас моя мама тоже уже на пенсии и всю жизнь это конечно же советское время всю жизнь мои родители моя мама работала на заводе папа ввиду того что он был военным буквально весь союз бывший в разных странах его перенаправляли постоянно и он был и в грузии и молдове и в латвии белоруссии и вот последняя страна в которой мы наша семья оказалась это украина и в этот момент произошел раскол союза вот а вообще я по национальности русский к чему это говорю вот когда у нас мама я раньше еще когда я учился заходила разговор вообще открыть какое-то свое дело вам не всегда говорила мы не предприниматели у нас нет предпринимательской жилки там все такое прочее и вот когда у меня не получалось когда я не мог здесь развиваться то у меня уже такие мысли вот такой голос мамы где-то там по сознанию меня звучал может быть это не твое может быть стоит искать дальше работу и все такое прочее так вот это друзья наши убеждения как которыми нам надо бороться вот и поэтому когда мы делаем слишком мало контактов то мы скорее всего получим отказы и когда мы фокусируемся на отказах у нас очень сильно падает мотивация именно по этой причине многие люди боятся делать контакты потому что боятся услышать в ответ нет когда я понял что нужно делать много контактов нужно 5-10 человек в день информировать и так делать каждый день то вот этот поток людей через которые мы начинаем проходить мы просто уже физически не сможем фокусироваться на отказах мы уже начинаем искать людей которым может быть это будет интересно и вот здесь ключевой момент друзья можете себе таки записать лучше делать много контактов и чем быстрее мы стартуем в развитии бизнеса тем лучше то есть чем быстрее мы начинаем этот паровоз под названием млм двигать с места то потом этот паровоз уже невозможно остановить хорошо как же можно нарабатывать контакты где-то в конце 2010 года наверно примерно так я побывал на одном из таких тренингов и услышал ту информацию которую вы сейчас услышите вот и я до этого еще слушал разные вебинары куда меня приглашали опытные тоже уже сетевики я очень много брал с этих тренингов эти рекомендации поэтому я их начал применять самое главное что не просто слушал эти вебинары а я их начал применять на своей практике и вот однажды я услышал такую методику что нужно 90 дней выбрать себе такой период 90 дней и дать себе обещание что на протяжении 90 дней я буду делать каждый день контакты я буду делать там 5 10 15 20 сколько вы можете сколько позволяет у вас время если вы помещаете еще такой какой-то другой работой или другой деятельностью конечно у вас может быть есть два-три часа в день поэтому вы должны четко определиться сколько времени у вас есть и и сколько вы можете в день делать тех самых контактов я на тот момент уже уделял все время этому направлению поэтому я я для себя брал по максимуму чтобы я делал много контактов я начал это делать и действительно в тот момент когда я дал себе обещание 90 дней каждый день давать информацию новым людям то я за первые где-то 70 дней моей команде уже было 32 лично приглашенных партнера а через три месяца когда эти 90 дней закончились у меня уже было более 300 партнеров команде и я понял насколько это мощная и сильная штука когда мы себя самодисциплинируем когда мы себе даем обещание и когда мы движемся вперед и и конечно же были за эти 90 дней моменты когда мне хотелось несколько дней ничего не делать то есть была или усталость или я слышал те же самые отказы падала мотивация мне просто не хотелось уже продолжать место я вспоминал я видел что это я поставил до такого-то числа не останавливаться и делать действия именно этот настрой мне позволил продержаться эти 90 дней в такой супер активной фазе я очень много слышал отказов среди тех контактов которые находил были тетерики уже с огромным стажем и которые мягко так сказать смеялись над тем что я делал потому что когда я это делал в первую очередь мне говорили я уже зарабатываю 20 тысяч долларов я уже там 300 тысяч долларов я 15 тысяч долларов а ты тут такой пришел и меня хочешь скажем бизнес и чем больше я слышал таких отказов тем тем скажем так более злой в хорошем смысле слова я остановился и меня хотелось всегда от опять встретившись таким человеком который мне будет говорить что я супер крутой сетевик и кто-то такой что пешишь сейчас что-то предлагать мне всегда хотелось утереть нос но это у меня такой спортивный интерес возник и я еще больше начинал делать контактов чтобы получить еще больше результата чтобы прийти показать на 3 я чего-то стою в этой жизни окей и я однажды увидел такую простую методику как можно с помощью skype набирать контакты она действительно очень простая мне по мне она и понравилась своей простотой и что очень просто можно передавать своим партнером и где-то я всегда так говорю такие даты друзья чтобы вы примерно ощущали что я довольно недавно появился в интернете вот но многие не звонят живет а ты уже раскрученная личность и ничего подобного я буквально года полтора назад только это начал все делать и поэтому я хочу друзья вам тоже показать что для того чтобы начать создалась такая ситуация что к вам люди сами приходят и просят вашу лиферальную ссылку и говорят я хочу работать с тобой чтобы такая ситуация возникала и чтобы это происходило практически каждый день вам приходят письма на email вам приходит skype вам звонят люди говорят дмитрий я хочу работать с тобой и вот такие ситуации не меня очень сильно мотивирует когда вижу такие письма у меня очень сильно мотивация поднимается и я чувствую что я на правильном пути и когда это начинает происходить просто друзья невозможно в себе это держать хочется рассказать об этом всему миру что друзья вот смотрите я проделал вот 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 один два три шага и смотрите вот чему это мне привело и все началось с того что я принял решение я стал на нулевую отметку что я хочу привлечь в свою группу за 90 дней двадцать партнеров чтобы у меня была такая цель и а также я начал использовать социальные сети это очень мощный сейчас инструмент домашних условиях друзья дальше друзья что у меня лично продвинуло вперед это то что я научился записывать видео в первую очередь это было видео презентации дальше я начал записывать видео инструкции для моих партнеров начал записывать обучающие какие-то видео и в конце концов я где-то год назад начал опять так решил что те люди которые проводят вебинары всегда зарабатывают больше вот у меня такая была убеждение я видел что многие люди кто действительно проводят вебинары конференции и так далее они за они почему-то зарабатывать больше я думаю а может быть и мне начать делать вебинары и я какой-то момент я начал проводить вебинары не очень есть хорошая знакомая она же в германии возможно на сегодня присутствует здесь ее зовут виктория какой-то момент мы мы были виктория бизнес-партнеры к сожалению то компания которая которым вместе были определению она сейчас не очень активно работает в снг и скажем так из-за этого случаются такие моменты все вы знаете статистику так вот однажды виктория не позвонила говорит слушай проведи как тренинг я видела что ты хорошо умеешь записывать видео ролики видео инструкции я я тебя послушала ты мог бы выйти сейчас на команду на на вебинар и провести такой такую конференцию и когда мне это виктория сказала у меня сердце начало биться сто но я на в два раза быстрее чем она обычно бьется да то есть какой-то страх появился ничёшься выйти на аудиторию там 200-300 человек и и и и и провести какое-то обучение но я согласился друзья потому что я понял если я сейчас скажем поддамся страху то я не я не вырасту я я не вырасту как личность я сейчас очень часто начинаю говорить что он рост лежит через переодоление страха то есть когда мы чувствуем страх и это нас останавливает друзья вот нужно перешагнуть через этот страх пойти его навстречу когда мы растем как личность хорошо то есть вот такие вот вот эти основные моменты которые начал применять в своей практике это нарабатывание контакта в скайпе социальных сетях начал записывать видео различные проводить живые вебинары конференции и очень мощный толчок пошел хорошо давайте остановимся друзья на некоторых моментах но я здесь уже друзья вам говорил что я дал тебе обещание что 90 дней буду работать в активной фазе и подключил первую линию как минимум 20 партнеров и буду продолжать несмотря ни на что и подписывать себя постоянно позитивом кто был до начала этого вебинара все вы видели что я включал некоторые аффирмации то есть это положительные позитивные установки в свой мозг что у меня все получится что я расту постоянно и так далее и и какой то момент я в это поверил друзья действительно когда я вот это подпитывал подпитывал так свои мозги и действительно в это поверил и изнутри была такая уверенность что я преуспею здесь я не могу сказать что я сейчас достиг супер результатов но я с вами поделюсь чего я достиг на данный момент чтобы вы понимали к чему мой опыт меня привел хорошо и мы сегодня выделим отдельную еще такую тематику это скайп друзья именно тот тренинг когда меня попросила мой партнер виктория провести я это провел друзья в мае 2010 года я сделал запись на этот тренинг друзья и сейчас уже на нем почти 50 тысяч просмотров в ютюбе о чем это говорит это означает что 50 тысяч людей за вот эти полтора года просмотрели мое самое первое обучение по скайпу и я их проводил именно по этим слайдам и многие мне писали на канале youtube я тебе очень благодарен где действительно простая методика я начал применять в своем бизнесе и у меня пошли первые результаты я начал зарабатывать деньги и так далее я увидел что людям действительно это стало полезно и в тот момент я еще одну очень интересную мысль себя поймал что чем больше мы начинаем отдавать чем больше мы начинаем скажем так тратить свою энергию время на то чтобы помогать другим людям даже если они в других бизнес компаниях и так далее это не имеет значения срабатывает опять же закон вселенной чем больше мы отдаем тем больше и получаем и вот в начале в мотивационном ролике я хотел бы чтобы вы там почерпнули очень интересную фразу друзья что если вы хотите в отпуск то идите и погуляйте как говорится да потому что действительно если мы хотим здесь добиться результата то нам необходимо очень плотно поработать приложить много очень сильно усилий я действительно хочу вас на настроить на то что здесь нет как говорится легкой добычи потому что мы здесь друзья чтобы чего-то добиться должны приложить много усилий и в первую очередь в помощи другим людям преуспеть и вот проводя такие тренинги вебинары друзья на самом деле мы отдаем и делимся каким-то своим опытом когда-то я приходил на такие вебинары и воспринимал этот опыт от других людей то какой то момент мне захотелось тоже этим делиться и так друзья skype что такое skype все вы знаете что в млм очень сильно важен личный контакт то есть когда мы начинаем с кем-то разговаривать когда мы голосом общаемся то это больше и быстрее приводит нас к ситуации что нам начинают доверять когда мы спрятались где-то за монитором там где-то какие-то текстовые сообщения отправляем все такое прочее то нас не знают нас не видят как человека мне какое-то время где-то наверное с полгода один человек постоянно skype присылал различных бизнес предложений за полгода он мне присланы на штук десять их я просто был как-то удивлен как он мог за полгода 10 бизнесов развить и вот какой-то момент мне стало это интересно и я ему написал как ты умудряешься это делать и он мне позвонил мы с ним мы с ним впервые начали разговаривать и когда я с ним побеседовал то у меня мнение о нем резко поменялось когда мы с ним начали беседовать он начал рассказывать как он видит этот бизнес как он вообще занимается им у меня абсолютно другое мнение о нем стало я некоторые умные вещи от него услышал и действительно взял себя на занятку вот а до этого момента пока мы с ним не разговаривали он только присылал мне сообщения во первых я их не смотрел а во вторых я его начал считать что он какой-то не не серьезный бизнесмен что он постоянно мне присылает но честно говоря я не люблю когда действительно каждые пять секунд человек присылает мне разные предложения это действительно не серьезно но что я хочу сказать личный контакт очень важен и вот еще до того как у нас массово начал использоваться интернет в млм очень часто использовался телефон телефоны личные встречи почему именно для того чтобы создать доверительную атмосферу так вот у нас нам повезло друзья что мы сейчас на данном этапе развиваемся в интернете и у нас есть skype что такое skype это бесплатный инструмент программа с помощью которой можно звонить по всему миру друзья у всех ли есть skype дайте пожалуйста плюсик если у вас есть skype и минус если вы не знаете что такое skype я просто хочу убедиться что все друзья знают что такое skype но я удивлюсь если кто-то сейчас поставит конечно минус замечательно я вижу что все знают что такое skype да я думаю много мы на этом не будем останавливаться большое спасибо друзья итак что позволяет skype сделать личный контакт с ним переговорить и чтобы действительно вас увидели живого человека создает более доверительную атмосферу что нам очень критично важно и в этот момент в принципе не важно что мы говорим человеку важно как ну имеется ввиду друзья можно придумывать очень много других там красивых текстов как сказать но самое главное что человек чувствует насколько мы уверены в себе если мы уверены друзья то у нас действительно передается эта уверенность другому человеку и он начинает понимать что вы ему что-то стяное говорить потому что если вы так сильно уверены в этом то ваша уверенность передается ему ну и конечно же мы должны всегда показывать выгоду лично от вас а нет компании то есть когда мы предлагаем какой-то бизнес проект компанию что вот у нас есть такая бизнес возможность то первую очередь человек знаете как сейчас есть такая фраза что спонсора выбирают и это действительно так потому что на моем випу скажем так я уже повидал когда многие люди отказываются работать с партнерами со своими спонсорами виду того что их спонсоры не помогают им строить бизнес и это очень кстати очень сильный момент я сейчас хочу на этом друзья немножко остановиться по поводу спонсорства вообще все мы друзья когда приходим в бизнес мы приходим по чьей либо рекомендации это означает что мы берем чью-то ссылку и регистрируемся потому что по другому у нас нет выхода и какой-то момент мы начинаем приводить людей то есть мы начинаем выступать в роли спонсора и часто друзья так происходит что мне тоже звонят по скайпу говорят ты знаешь я не могу своим спонсором уже неделю дозвониться я когда к нему обращаюсь он говорит что я ничего не знаю ищи где-то там не знаю в интернете в ютюбе информацию я ничего не знаю ко мне не обращайся и вот когда такая ситуация происходит то это придет нету таких доверительных подместных отношений и мне звонит и говорит Дмитрий а как мне можно поменять спонсора что мне надо сделать чтобы я я поменял спонсор я хочу всю команду ввести в другое место скажем так чтобы этого друзья не такой ситуации не получалось чтобы люди не хотели с вами работать и притягивались к вам как к магниту в первую очередь нужно стать на позицию того что от нас мы должны в первую очередь помогать людям через помощь людям мы помогаем сами себе такая вот очень интересная непростая философия то есть но я хотел бы здесь очень интересный момент сказать допустим все из нас являются спонсорами то есть мы в какой-то момент привели людей в бизнес и наша самая главная задача это быть на связи на контакте с этим человеком есть люди которые самомотивированные то есть это означает самоорганизованные дисциплинированные которые могут уже начинать бизнес и их и надо как то дополнительно чем-то там стимулировать и этот человек начинает работать этот человек начинает вникать в суть бизнеса и он конечно же звонит и задают вопрос особенно на первом этапе на этом первом этапе очень важно с ним быть постоянно на связи постоянно отвечать на его вопросы постоянно помогать ему передавать опыт чтобы онも своих партнеров обучать это очень супер важно и вот когда нет такой поддержки со стороны спонсора такой активный человек он начинает искать поддержку конечно где-то в другом месте если он выходит на связь с партнером с параллельной структуре и видишь что с ними будет более комфортно потому что действующий спонсор не оказывает достаточно скажем внимания то может такая возникнет ситуация чтобы друзья действительно крепкий команды создавать будьте на связи постоянно но есть очень интересный такой глубокий момент есть люди которые подписываются к сожалению не активны то есть они есть бизнесе они могут даже проплачивать свою какую-то ежемесячную активность но они не активно строят бизнес и не активно звонят не активно происходит с ними общение ввиду того что скажем так человек пришедший целью заработать действительно серьезные деньги вокруг него вращается огромное количество людей и огромному количеству людей нужно помогать то есть особенно те люди которые наиболее активные они сами звонят и просят помощи но если человек не просит помощи если человек видит что я на связи я как спонсор до каждый из нас но он не просит помощи вот что в этом скажем что делать в этих моментах чтобы как-то мотивировать человека ну во первых первую очередь нужно друзья не брать на себя ответственность имеется ввиду что если человек заинтересован построить свой бизнес он там первую очередь заинтересован выйти с вами на контакт и попросить у вас помощи и консультации и все такое прочее если он это не делает значит он пока не сильно заинтересован в этом и если человек не заинтересован сильно вести бизнес то я не готов тратить на него много времени тоже я нахожусь на связи я время от времени даю ему знать что я здесь и я готов тебе помогать но если человек сам не звонит то мы к сожалению друзья таких людей не сможем никаким способом смотивировать пока они сами не смотивируются а самое главное что нам необходимо показывать своим примером что мы работаем что мы приводим новых людей и вне зависимости от того будет он активен или нет у нас будет расти бизнес и вот как только мы принимаем позицию что мы будем работать с активными людьми 80 процентов людей активным людям уделять то бизнес начинает расти если мы начинаем много времени тратить людьми которые как один сетевик своей рассылки скала полу живые то ли полу мертвые то мы тратим времени в пустоту пустоту и очень важно это понимать то есть важно быть на связи важно оказать помощь любому партнеру которому мы привели в бизнес но если он сам не звонит он там не проявляет активности и инициативы то сожалению во первых у него бизнес не растет во вторых если мы пришли за деньгами сюда действительно зарабатывает то мы не должны тратить свое времени а другими словами я хотел бы еще так завершить эту тему спонсорства что если мы действительно хотим завоевать внимание спонсора то нужно его действительно завоевать показать что мы действительно активны и мы строим команду и показать что с нами ему будет интересно работать особенно если этот человек действительно такой активный тоже строитель бизнеса поэтому друзья если мы хотим завоевать внимание спонсора, друзья, покажите, что вы работаете и сами в первую очередь инициируйте связь со спонсором. Правильные спонсоры, правильные, вернее, спонсоры, правильные делающие действия, они будут всегда вам готовы оказать помощь. Итак, продолжаем по поводу поиска контактов. Следующий момент, нам нужно, друзья, обрасти контактами, много контактов. К счастью, интернет позволяет сейчас соединиться сотнями, тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч людей по интернету. И это в принципе нам, друзья, на руку. Бизнес MLM по своей сути, он очень простой. Если мы научимся делать несколько простых действий и сможем эти действия передать своим партнерам, то у нас происходит так называемая дубликация. Нас дублируют, наши действия вернее дублируют. Человека невозможно дублировать, но действия и систему действий можно дублировать. Хорошо. И мы ищем, друзья, тех, кто ищет. Мне очень не нравится, когда мне кто-то предлагает бизнес, и он начинает меня уговаривать, что его бизнес действительно хороший. И когда мы начинаем уговаривать, хочется быстрее, как можно сказать, доотвяжись ты от меня. И вот я не хочу, чтобы мы, друзья, тоже с вами были навязчивыми, потому что если человек не хочет, он не ищет новых возможностей, то когда мы ему дали информацию, то просто отпускаем, и мы говорим, окей, Алексей, Анатолий, Алла, я понял, я с удовольствием с вами буду поддерживать отношения, и всегда я ищу, и всегда я за то, чтобы взаимообмениваться информацией. Про возможности скайпа я не буду долго останавливаться, друзья, я думаю, что вы знаете, что такое скайп. Давайте остановимся на одном очень важном моменте. Это профиль. Это те поля, которые мы заполняем, когда мы, в принципе, регистрируемся сразу в скайпе, где мы можем отредактировать, где мы можем написать свое имя, фамилия, где мы можем заполнить свою дату рождения и так далее. Вы видите сейчас профиль скайпа человека, у которого я, в принципе, сейчас онлайно учусь. Это Алекс Яновский, это бизнес-тренер, который в свое время построил, да и сейчас, в принципе, построил огромные бизнесы с миллионами, с десятками миллионов оборотов. И сейчас этот человек очень сильно тоже активно обучался, потратил огромное количество денег на свое обучение. И я вот взял за пример его профиль в скайпе. Вы видите, что у него есть фотография, друзья. В первую очередь, обратите внимание, какая фотография у вас есть в скайпе и в социальных сетях, потому что это ваша визитная карточка. Вспомните поговорку «По одежке встречают, полно провожают». И вот здесь точно такая же ситуация. То есть, необходимо поставить позитивную, такую, чтобы от вас действительно позитивом ваша аватарка излучала, чтобы вас было видно, в первую очередь. Не где-то вдалеке мы там стоим, что у нас невозможно разобрать, а чтобы у нас было видно. Ну и опрятно, конечно, одетые. Потому что многих я смотрю аватарку, он стоит полуголый, с бутылкой пива, с сигаретой в зубах или что-то в этом роде. Друзья, ну, нельзя себя так преподносить, потому что в первую очередь мы строим отношения с людьми. Хорошо. Фотография. Следующий профиль – это, в принципе, вы видите сейчас оптимально настроенный профиль. То есть, есть ссылка на личный веб-сайт, есть информация, в принципе, о дате рождения. Это, в принципе, каждый сам регулирует. Ну и такой вот аккуратный skype, аккуратный профиль, друзья. Вот это как пример можно использовать. Что дальше, друзья? Давайте посмотрим, как можно искать контакты. И я вот когда начал, друзья, я буквально… У меня сейчас в skype больше трех тысяч контактов. Зачем мне столько новых контактов? В первую очередь, как я уже говорил, легче делать много контактов, чем мало. Быстрее растет бизнес, быстрее мы получаем результаты, и быстрее приходит удовлетворение бизнеса. И здесь, друзья, есть технические особенности skype. Я хотел бы на этом уделить внимание. Когда мы добавляем большое количество контактов skype, у нас начинается, скажем так, skype начинает брать много ресурсов у компьютера. И особенно, если компьютер маломощный, то все начинает тормозить. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на несколько моментов, которые на это влияют. В первую очередь, на это влияет количество контактов. То есть, если у нас несколько тысяч контактов в skype, то это влияет на работоспособность самого skype. И очень сильно влияет история переписки. То есть, все мы с вами переписываемся, мы знаем, что эта история сохраняется. И вот если история сохраняется все время переписки, мы делаем много контактов, даем много информации, рассылаем много текстов, сообщений, то skype начинает тормозить. И я вот, допустим, здесь есть такая функция, когда мы находим, заходим в настройки skype, здесь есть настройки чата. Я себе выставил такую функцию, чтобы сохранять историю в течение двух недель. Чтобы автоматически skype чистил все сообщения, которые дольше двух недель. Я сразу думал, как эта вся история удалится, что я буду делать, у меня ничего не сохранится. Но на самом деле, друзья, я никогда в жизни очень редко просматриваю историю сообщений, поэтому для меня это не было проблемой. Окей. Что еще здесь, друзья, необходимо в техническом плане выделить? Что очень важно, еще некоторые психологические моменты, о них мы сейчас поговорим. Поиск контактов для skype очень простой. Мы все пользуемся поисковыми системами Google, Яндекс, Yahoo и другие мировые такие известные поисковые системы. Я на примере Google, потому что я, в принципе, основной поисковой системы для меня это Google. Что нужно сделать, друзья? Очень важно, чтобы мы находили людей, которые уже знают, что такое MLM. Потому что человек, который, в принципе, не знаком с этим бизнесом еще, то в первую очередь он не воспримет информацию о бизнесе, потому что он еще не знает, что такое MLM. А если у него еще есть такие убеждения, что MLM это не серьезный бизнес, то с такими людьми очень тяжело работать. То есть нецелевая аудитория. Есть такая статистика, что люди, занятые в сетевом бизнесе, 20% из общей массы примерно в поиске новых возможностей. То есть эти люди чем-то недовольны действующими бизнесами и готовы рассмотреть новые предложения. Возможно, они в какой-то момент даже и не знают, что они уже готовы, но хотя внутренние уже подготавливают себя, что можно рассмотреть что-то новое. Это происходит по разным причинам, друзья. Я уверен, что многие из нас тоже хотя бы один раз меняли направление бизнеса. Это нормальный, кстати, процесс, потому что все в нашей жизни меняется, все в нашей жизни развивается. Многие бизнесы, к сожалению, могут уйти из рынка. И просто приходится что-то искать новое. Поэтому это нормальный процесс. И вот если вы найдете такого человека, который готов сейчас рассмотреть новые бизнес-предложения, то вы, в принципе, начинаете строить команду из практически людей, которые уже знают, что такое сетевой бизнес, которые уже знают, как он функционирует. Им остается только понять, что у вас за бизнес-предложение. И если ему это бизнес-предложение интересно, то он, конечно, рассмотрит вашу информацию. Очень просто, друзья. Допустим, если вы вы ищете в гугле погоду, то вы пишете погода в таком-то городе, к примеру. То есть, чтобы найти скайп, необходимо, друзья, обратите внимание, в поисковой строке мы пишем слово скайп на русском языке, делаем пробел и пишем название любой сетевой компании. Любой. Не имеет значения. И что делает, друзья, в данном случае? В данном случае нам выдает Google все возможные сайты, которые посвящены этой сетевой компании. И здесь есть, уже сразу отображаются скайпы владельцев сайтов, которые сделали по данной компании. Очень много случаев, что, допустим, находишь контакт по одной сетевой компании, когда выходишь на связь, с человеком начинаешь общаться, понимаешь, что он уже совершенно другой компанией занимается. То есть, ничего страшного, это все в порядке. Итак, как же это происходит? Когда вы увидели множество сайтов, которые вам Google выдал, то вы видите, что ниже каждого сайта есть небольшое описание. И вот я выделил несколько красными кружочками, где видно, что написано. Мой скайп и потом логин в скайпе. Вот, допустим, Елена и вот цифры идут дальше, потом скайп Нина Дефис Шепель. То есть, вы видите, что вот это вот и есть те самые логины в скайпе, которые нам необходимы. И в первую очередь, не для того, чтобы, скажем, привлечь в свой бизнес, а в первую очередь, друзья, вот я для себя так поставил цель. Если я не смогу подписывать сразу много людей, именно вот, которые уже заняты в MLM, то в первую очередь, я хотел окружить себя единомышленниками, потому что 50% успеха у нас это от тех, от того окружения, которое у нас есть. Поэтому я был уверен, что я найду здесь сильных людей, от которых я буду черпать энергию, чтобы стать еще сильнее тоже и вырасти как личность. Окей. И вот таким образом, друзья, можно искать в день 100 контактов, 200 контактов. В какой-то момент можно, допустим, в выходные, в субботу или воскресенье посидеть, можно за целый день насобирать тысячу контактов. Вы себе представляете, друзья, если взять обычную офлайн жизнь, то скажите, где бы мы могли набрать за один день тысячу контактов, людей, с которыми мы можем переговорить, причем это целевая аудитория. Это люди, которые уже знают, что такое сетевой бизнес. Я думаю, что вы прочувствуете сейчас эту технологию. В этом моменте, друзья, вот второй этап, мы ищем людей. То есть, я вам обещал показать ситуацию, как люди сами будут нас искать, но в первую очередь мы должны поработать над расширением контактов. В первую очередь нам нужно искать людей, чтобы создать аудиторию вокруг себя. И эта аудитория должна быть несколько сот, тысяч или даже десятка тысяч людей, которые за вами смогут наблюдать в интернете. И в первую очередь наша работа это поработать, чтобы нас выбирать контакты, чтобы создать аудиторию вокруг себя. Хорошо, вот таким образом, друзья, вы можете название любых сетевых компаний записать собирать email skype изменяюсь вот и их формировать в отдельный список как это происходит на рабочем столе я создаю отдельный текстовый документ обычно через блокнот и эти скайпы я вот так выделяю копирую и потом я складываю как бы их делаю список из список в текстовом документе и вставляю этот список у меня идет по одному как как в эту одну колоночку вот я так вот нашел как выделил скопировал в текстовый документ вставил и так сиду и делаю это за полчаса за час я могу насобирать 50 100 контактов вот и их потом следующая задача когда мы составили себе список я себе ставил план делать список из 100 контактов в день то то есть вот такой у меня был план на собирать 100 контактов сюда в такой блокнот и загрузить их себе в skype мне давали тогда рекомендацию что проще использовать версию skype 3.8 потому что она наибольше наиболее лучше работает с большим количеством контактов это действительно так но я все-таки сейчас протестировал более свежие версии и вот у меня 3000 контактов в принципе достаточно нормально все работает немножко грузится дольше чем обычно но тем не менее нормально окей то есть вот таким способом текстовый документ я создавал список контактов и поставил себе тель 100 контактов в день вы можете поставить себе любой другой план который вы можете сколько у вас времени есть опять же повторюсь в течение часа можно собирать эти 100 контактов когда мы составили этот список то мы друзья можем уже сейчас я немножко назад вернусь но мы можем либо вручную эти контакты добавлять к себе в skype либо пользоваться специальными автоматизированными программами я думаю многие знают что что это за программы они зачастую платные вот я тоже пользуюсь такой программы потому что мне более удобно одним щелчком мыши загрузить полностью весь список контактов себе в skype я честно говоря друзья вот это уже не делаю потому что я уже на третьем этапе о котором мы поговорим тоже на следующем вебинаре то есть тут то с чего я начал где-то года два назад это вот именно собирать базу контактов окружать себя людьми которым интересен тоже бизнес и вот чтобы не путаться во всех контактах то здесь есть так называемых категории контактов это вот мы можем зайти сверху контакты категории контактов и выделить значит разные категории здесь создать чтобы мы друзья потом не путались вами в общем количестве этих сотен или тысяч контактов то есть я мог составить список из допустим людей которых я только добавил у меня было штук 20 этих категорий списков я их так сортировал так проще работать друзья чтобы не путаться потом и вот такая простая система из трех действий до из трех пунктов скандине из трех этапов тоже не состоит это первое что мы делаем это поиск контактов через google формируем список контактов 50 или 100 контактов в день добавляем эти контакты можем добавить приветствия то есть допустим приветствую я нашел вас в интернете буду рад с вами общению и даем взаимообмену информации допустим так следующий момент нам необходимо друзья позиционировать себя в первую очередь как личность потому что сейчас в первую очередь ищут как сказать больше приходят не на бизнес возможность она человека мне недавно один человек которому я дал информацию он не мы с ним созвонились и в принципе я так делаю мы с ним позвонились он говорит я бы эту информацию я видел эту информацию от других людей десяток уже людей мне предлагали этот бизнес но так как я получил эту информацию от тебя то я ее посмотрел понимаете то есть есть очень хорошие бизнесы их очень большое количество и но люди в первую очередь идут на личность вот и первую очередь нам нужно не бизнес предложение свое новому человеку незнакомому человеку давать а в принципе показать себя как личность как человека возможно как и как эксперта в какой-то области то есть просто пообщаться познакомиться с человеком дать ему какие-то ну не знаю какую-то полезную информацию вот очень важно выйти на общение голосом как я вам уже говорил что текстовая информация не так воспринимается вот очень важно поговорить человеком конечно не стоит звонить всем подряд то есть сначала возможно текстом как-то попереписываться но в какой-то момент сказать можно на одну-две минутки мы с тобой поговорим вот и в этот момент в процессе общения мы можем поделиться своей информацией чем мы занимаемся очень важно друзья здесь на данном этапе делать так называемые одноминутные презентации что это означает если мы начали разговаривать о бизнесе то моя задача не сидеть и полчаса рассказывать человеку о своем бизнесе потому что ему будет это неинтересно и он скорее всего поскорее закон захочет закончить разговор и вообще что-то меня больше не видеть наша задача друзья просто рассказать что мы занимаемся таким-то бизнесом который связан с кем-то и которым можно заработать какие-то деньги там через неделю какую-то сумму или через месяц какую-то сумму неважно вот и в принципе вы сейчас ищите людей да свою первую линию можно прямо так и говорит друзья то есть прям прямота она всегда снимает всякие маски с человека да и прямота попадает именно туда куда надо через все барьеры и всех как говорится преграды на нашем пути поэтому если мы говорим прямо открыто то это еще и лучше вот наша задача просто парой фраз заинтересовать человека нашим направлением то есть можно продумать какую фразу вы будете говорить по поводу вашего бизнеса вот и соответственно эту фразу повторять большому количеству людей это правда буквально в течение одной минуты друзья буквально 30 60 секунд в течение которой вы будете проговаривать эту фразу всем одинаковую фразу то есть просто заучить как шаблон одинаковую фразу которую мы будем говорить и наша задача проговорить ее как можно большему числу людей а если человек сказал хорошо я хочу больше узнать информации то следующая наша задача это пригласить на онлайн встречу то есть в большинстве компаний проходит онлайн презентации и наша задача просто перенаправить человека на эту онлайн презентацию где где спикер где уже эксперт в этом деле который разобрался поделится этот бизнес возможностью и соответственно ваш потенциальный партнер может заинтересоваться еще больше этим бизнесом вашим бизнесом и еще такой очень важный момент можно делать промоушен вообще спикеру который будет проходить проводить эту презентацию можно сказать этот человек очень опытный у него уже там 30 более 30 лет опытом который заработал уже огромные деньги и он не зря в этом бизнесе вот внимательно пожалуйста послушай его на этом онлайн презентации потому что такие люди не зря приходит такой бизнес то есть можно так вот еще ценности спикеру не нужно не можно даже нужно где сделать чтобы человек уже более внимательно слушал спикера потому что вы его представите как эксперт да мы следующие это могут возникнуть вопросы они будут возникать вопросы человек если он заинтересован у нас там друзья позвонит у меня было много случаев когда я приглашал на онлайн конференции человек не звонил я я его пытался потом выяснить заинтересовала ли это его скорее всего в большинстве случаев когда я так пытался выяснить то человек либо не заинтересовался либо он может быть не всю информацию прослушал так далее а короче заинтересован он он сам даже после конференции начинает звонить и спрашивать вопросы задавать дополнительные вот ну и следующее это подписание контракта имеется ввиду что по вашей ссылке происходит регистрация а вот такая система друзья и наша задача вот в этот момент искать людей то есть чтобы прийти к тому моменту чтобы вас искали нужно первую очередь сам самим пройти через вот этот поиск контактов что нас ждет на этом пути друзья это путь тернистый это тяжелый путь я вас сразу так настраиваю потому что когда мы начинаем общаться с другими сетевиками первую очередь вы будете завалены буквально смысле слова завалены бизнес предложениями потому что каждый сетевик он занимается сейчас каким-то своим бизнесом и вас будут просто заваливать разные бизнес предложения это нормально самое главное друзья когда мы сфокусировались чтобы действительно на протяжении 90 дней сможем пройти и найти людей кому это интересно помните такая фраза была мы ищем тех кто ищет то есть если через не готов рассматривать какие-то новые предложения то я его просто не трогаю я когда ему сказал что я занимаюсь каким-то бизнесом в этой сфере где можно нам очень хорошо заработать если его это не интересно то я не настаиваю я говорю хорошо сергей допустим очень рад был с вами познакомиться буду рад поддерживать общение и контакт дальнейшем то есть я не разрываю с ним отношения вот он мне сказал нет я говорю ну и все сергей иди-ка ты отсюда подальше нет я друзья стараюсь сохранить эти контакты сохранить отношения с людьми потому что моя задача это с ним потом построить отношения каким-то образом может быть пригласить его на какой-то вебинар интересный может быть дать ему какое-то видео посмотреть интересно может быть какой-то момент вы сами будете проводить вебинары и пригласить его то есть вот таким образом мы с ним можем дальнейшем поддерживать отношения и бывает так что сегодня он сказал нет а завтра он придет бизнес поэтому это все в порядке не удаляйте контакты друзья окружайте себя как можно большим числом контактов и тогда будет успех а ну я уже говорил что запрещено проводить самостоятельно презентацию компании кандидату то есть чем меньше мы сами говорим тем больше вероятность того что человек придет ваш бизнес то есть когда мы только сказали вот эту одноминутную презентацию одну фразу который который прозвучат много скажем преимуществ вашего бизнеса то в данном случае следующий этап это мы воспользуемся нашими инструментами это можно направить на сайт можно дать записи презентации там можно пригласить на живую презентацию это можно сделать звонок спонсору чтоб спонсор рассказал об этом бизнесе то есть задействовать все что угодно только не самому все рассказывать это во-первых даст самому правильный импульс в голову что и и ему не надо знать хорошо презентацию если он говорит что он думает что я никогда в жизни не проведу качественном презентации мы не надо это делать на него это буду делать и важно ему дать понять что так работает система то есть как мы приглашаем людей в бизнес так и они начинают делать в дальнейшем поэтому даже на этапе приглашения вы уже обучаете будущего партнера делая правильно действие потому что кто так как вы делаете так и будет он делать вот это друзья очень важно принципе это вся информация которую я хотел сегодня друзья вам сказать мы еще подойдем к теме социальных сетей судя по тому какое количество сегодня было людей следующий раз мы проведем в другой комнате потому что там есть возможность поделиться экраном и я вам покажу на практике как и социальные сети еще использую вот но сейчас друзья если вы даже из этой информации что-то для тебя возьмете первые несколько тысяч долларов и заработал когда увидел эту информацию друзья когда я пришел на такой тренинг и я начал искать вот так контакты добавлять общаться сфокусироваться на 90 дней и первые несколько тысяч долларов я заработал именно таким образом на данный момент друзья действительно у меня есть такая ситуация что многие люди приходят именно уже исходя из того что когда-то мы с ними имели контакт то есть я могу я мог познакомиться с человеком год назад два года назад и тем не менее мы сейчас друг друга знаем потому что через интернет можно друг друг за другом наблюдать примеру да и вот я хочу сказать что у меня скайпе примеру 3000 контактов скайте можно писать так называемое свое настроение и там есть тоже лента новостей как и в социальных сетях и вот я могу скайпе свое настроение это написать что-то и все мои 3000 контактов увидят тут то что я начал в ленте новостей то же самое в социальных сетях у меня допустим я пользуюсь контакте в фейсбуке я и у меня там по 5000 контактов друзья по 5000 друзей это то же самое есть люди которые за вами наблюдают социальных сетях я сейчас начал активно развивать свой блог потому что я его раньше развивал больше года назад на какой-то момент я его упустил сейчас я возобновил введение блога рассылок и так далее вот поэтому вот эти вот все моменты очень важны и вот когда у вас будет уже по несколько тысяч контактов друзей и так далее в разных местах то вы друзья за вами начинают люди просто наблюдать и вы начинаете обновлять ваш ваши статусы в разных социальных сетях и к вам начинают притягиваться люди и чтобы я хотел вам друзья на данном дапе сказать что возьмите для себя простую систему работы попробуйте научиться записывать видео презентации видео инструкции разные потому что когда вы начинаете выкладывать это все в youtube ваши имя начинают тоже раскручиваться если вы начинаете быть полезным другим людям ваше имя просто феноменально начинает раскручиваться если вы допустим написали какую-то информацию как зарегистрироваться примеру платежной системе в какой-то там ликпэйт примеру и вы знаете что многие люди в интернете пользуются этой системой а вы ею хорошо владеете запишите об этом ролик напишите об этом ролик запишите и выложите в youtube и дайте бесплатно людям чтобы они смотрели его чтобы они проходили по вашей инструкции регистрации и напишите как вас зовут кто сделал этот ролик вашу фотографию вставьте туда и люди в ютюбе будут находить ваш ролик будет видеть вашу фотографию ваше имя фамилия и будут идти дальше а потом какой-то момент они увидят ваш ролик что вы занимаетесь бизнесом что вы занимаетесь бизнесом там и что и возможно им станет этот бизнес интересен и вот так и происходит друзья когда к вам люди начинают сами обращаться когда ваше имя фигурирует в интернете когда вы делаете какую-то пользу для людей и выкладывать это все в интернет вот именно через то через то что нужно сразу много отдать даже без привязки к тому что мы что-то получим за это то есть мы отдаем и получим или не получим на такое дело но срабатывает очень интересный механизм очень интересная ситуация что потом нам начинает это все возвращаться в виде скажем хотел сказать довольных покупателей имеют ввиду что довольных людей что вы им помогли и когда чем большему числу людей мы сможем помочь тем лучше а как мы можем фигулически мы не сможем помочь большому числу людей но если мы запишем полезную информацию там видеоролик какой-то и так далее дадим сотням и тысячам людей эту инструкцию эту презентацию это что-то другое то у вас просто начинают друзья видеть и знать и к вам начинают уже люди начинают притягиваться но в первую очередь нужно создать контакты вокруг себя хорошо друзья я видел только что кто-то написал название компании это не совсем правильно потому что я в первую очередь просил в самом начале что мы называли название каких-либо бизнесов и компаний и это даже не с этической точки зрения неправильно это точки зрения того что я сейчас лично не даю нигде информацию о своем бизнесе вот вот просто не даю а люди все равно приходят это фантастика друзья я хотел бы чтобы у вас такая ситуация была и я сейчас уже мало рассылаю даже вот по skype то есть я создал однажды такую базу контактов маленькую я считаю что это маленькая база контактов нужно создавать не знаю несколько тысяч и десятков тысяч вокруг себя контакта вот тогда уже просто вы выходите на такой уровень и построить какой-либо бизнес уже не возникает вопросов и еще такая очень интересная мысль мне пришла что многие люди обрастают проектами пять проектов десять проекта ведут одновременно невозможно друзья помните говорит что должна быть одна цель когда у нас есть одна цель мы начинаем не перетягивать когда у нас много когда game этого бизнес проектов мы начинаем находиться вне весомости ступоре мы не знаем капому бизнес-проект у отдать предпочтения и так далее а когда у нас фокус есть на одно направление у нас начинают появляться вешеные результаты и не на этом направлении когда человек разбил базу контактов, и он работает в одном направлении, в одном бизнес-проекте, и вдруг по какой-то причине однажды, может быть, компания подвела, еще что-то такое происходит, и вы меняете направление через какое-то время, то ваш результат, который был в этом бизнес-проекте, допустим, вы вышли на доход 5 тысяч долларов или 10 тысяч долларов в этом бизнес-проекте, вдруг вы меняете направление по какой-либо причине, такое происходит, и это, в принципе, нормально нужно относиться к этому, то человек, который поменял свой основной проект на какой-то другой проект и в нем много контактов то он выйдет на эти же 10 тысяч долларов в новом проекте буквально через три месяца через три месяца он опять будет зарабатывать те же самые деньги только в новом бизнесе ему уже не важно в каком бизнесе принципе работать потому что он будет зарабатывать в любом бизнесе именно потому что он оброс контактами у него очень слишком много людей его знают и принципе он всегда найдет себе 10 20 30 50 партнеров первую лидию я вот сейчас допустим в том бизнесе которым я развиваюсь основной мой проект который я сейчас основное время выделяют у меня там уже более 70 партнеров и это все произошло буквально за полтора месяца и структура уже несколько тысяч партнеров понимаете и это все зависит от того какое количество людей вас знает какому количеству людей вы помогли это основные моменты которые хотел бы вам друзья сейчас сказать пожалуйста не пишите какие-либо бизнес-предложения друзья потому что я заблокирую ваш айпи адрес нам когда не сможете попасть допустим в эту комнату хорошо если у вас есть вопросы друзья можете сейчас задать я включил режим чата с радостью если вам что-то было непонятно я я попытаюсь сейчас заново повторить или донести эту информацию сейчас чат открыт поэтому можете написать майкл тебе спасибо вам спасибо всем друзья я вам желаю тоже принять однажды очень сильно и правильное решение добиться результата в каком бизнесе вы не находились отлично спасибо и вам друзья до запись я по крайней мере делал я не знаю насколько она качественно получилось потому что у меня здесь программа выдавала какую-то ошибку поэтому если кто-то записывал то конечно я буду благодарен что если вы и записали вот я вижу вопрос я не поняла как набирать контакты в гугле наталья у все очень просто открываете google google поисковую систему и вы там пишете слово skype по-русски делаете пробел и пишите название сетевой компании skype допустим mbay skype гербалайф skype любая другая сетевая компания и все и вы себя окружаете уже людьми которые тоже занимаются этим бизнесом это ваши единомышленники и вы с ними можете строить отношения и в будущем возможно вы станете партнерами именно так да да действительно мне просили рассказать о программе для скачивания видео с youtube а она называется друзья download master есть другие программы которые с помощью которых можно скачивать youtube а но я скачиваю именно с помощью download master я сейчас напишу название этой этой программы она бесплатная вот поэтому вы можете зайти на их сайт и скачать эту download мастер майкл да конечно я сейчас положу микрофон и у вас появится нажать на кнопочку сейчас одну секундочку я пока останавливать чат друзья я хочу передать сейчас микрофон человеку которым я работаю уже больше года и и которого считаю своим наставником от которого я питаюсь можно так сказать мудростью этого бизнеса у майкла или русское имя михаила уже более 30 лет опыта и друзья именно таких людей хочется питаться энергией и брать их опыт в свое вооружение майкл я я вожу свой микрофон пожалуйста передаю я в эти я надеюсь мне слышно я смотрю выключил чат если слышишь чтобы я был уверен что меня слышно все нормально я просто хочу добавить пару вещей я надеюсь что меня слышите господа если слышите просто напишите ok спасибо Дмитрий ну во первых я хочу сказать что I'm very impressed я не знаю ты понимаешь это слово impressed это я уже как это сказать по-русски но я просто посвящен тебе большое спасибо я перед тобой снимаю шляпу я сам всегда говорю что тренировки деньги в сетевом отделе это в тренировках и хоть я и слышал такую информацию много раз но я честно говоря ее забыл вот то что я послушал сегодня на меня произвело очень большое впечатление поэтому я смотрю там кто-то плохо слышит поэтому еще раз я хочу сказать тебе Дмитрий большое тебе спасибо я услышал новое для тебя тоже благодарю тебе и просто хочу сказать еще одну вещь это самое главное что ты сегодня сказал и я уверен что даже если 10 процентов твоих слушателей возьму то что ты сегодня сказал успех и в сетевом маркетинге обеспечит ведь это правда то что ты говорил сегодня это наши основы нашей индустрии в сетевом маркетинге он всегда был есть и будет это бизнес отношения господа нельзя посылать человеку по электронной почте письмо здравствуйте меня зовут майкл у меня такой классный бизнес кто-то заработал миллион долларов приходите это супер бизнес это обычно это зря просто трата времени вы можете рассылать миллионы писем каждый день и ваш бизнес развалится через полгода бизнес надо строить только отношения и то что рассказал сегодня Дмитрий это это стоит больше чем деньги цены этому нету поэтому Дмитрий еще раз хочу тебе большое спасибо классная информация счастливо и до скорой встречи спасибо огромно майкл я вижу здесь несколько еще вопросов есть допустим был вопрос если мы предлагаем завязываем отношения скажем другим сетевиком то он же занимается своим бизнесом вы совершенно правы потому что если человек занимается своим бизнесом у него все в порядке то все окей просто познакомьтесь с ним и скажите что будете рады дальше продолжать с ним общение но опять же я повторю что есть такая статистика что около 20 процентов людей ищут новые бизнесы если вы им не предложите новый бизнес то они перейдут в бизнес того человека который им предложит но предлагать друзья нужно не навязчиво то есть можно сказать что вы этим бизнесом занимаетесь и активно это направление развиваете и все на этом то есть если ему будет интересна эта информация то он просто придет изучит ее и если он действительно готов рассматривать что-то новое и готов что-то менять то в данный момент он может стать вашим бизнес партнером и если у него уже есть огромный опыт то вы привлечете в свою команду очень мощного очень сильного самоорганизованного лидера который которого уже не надо мотивировать который будет уже работать и даже без вашего участия в какой-то момент но в первые 90 дней необходимо поддерживать связь со своими партнерами и в первую очередь с теми кто активно вас добивает скажем так кто активно вам звонит и кто активно работает это признаки того что человек пришел действительно строить бизнес вот если кто-то не хочет строить бизнес то как бы мы его не мотивировали еще один такой стиль сказал как бы мы его не пинали то все равно он не будет делать если у него недостаточно мотивации делать этот бизнес окей да можно скачивать по-разному ролики с ютуба можно добавлять различные буквы там впереди я честно говоря этот метод не знаю я пользуюсь этой программы о которой я вам сказал и я так уже скачиваю поэтому я других способов и не искал вот запись я сейчас делаю вернее проконвертирую ее сохраню и потом ее выложу в youtube тоже окей и на основании кстати вот этих вебинаров я хочу записать сделать такой обучающий курс и просто бесплатно раздавать людям опять же чем больше мы поделимся полезной информацией тем больше мы получим друзьям поэтому очень важно в какой-то момент принять решение что вы тоже хотите стать лидером хотите 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 проводить вебинары конференции тренировки для своих партнеров и не только для партнеров я благодарю вас за внимание встретимся еще на третьем вебинаре возможно даже их будет четыре потому что я хочу объемно охватить еще тему социальных сетей как я их использую вот и четвертый наверное объединим все-таки социальные сети введение блога в одну еще конференцию и в скором времени я дам знать когда я ее проведу если вам это полезно друзья я вас приглашу обязательно и наша задача делиться друг с другом опытом и питаться друг от друга полезной информацией хорошо я благодарю вас за внимание всего вам доброго друзья успехов и я желаю вам принять решение 90 дней пройти в очень активной фазе в вашем бизнесе всего доброго